Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа 7 минут. И сегодня у нас в гостях Ольга Владимировна Вишневская, заведующая отделением медицинской профилактики городской клинической больницы номер 10. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте. Ну вот у нас начинается лето. Обещают это лето, к сожалению, аномально жарким. Скажите, пожалуйста, как подобная аномальная жара может повлиять на здоровье людей? Ну, аномальная жара, она поэтому и аномальная, что она может повлиять на здоровье людей вовсе не полезно, а вредно. Аномальная жара – это повышенная температура воздуха, поэтому она может повлиять на здоровье человека негативно. То есть может возникнуть как тепловой удар, так и солнечный. Тепловой удар можно возникнуть как в помещении, так и на улице. А солнечный удар – это непосредственно возникает он. Это патологическое состояние, то есть симптомы, которые возникают при воздействии прямых солнечных лучей в основном на нервную систему, то есть на головную мозг человека. И отсюда получаются симптомы, которые, в общем-то, приводят к патологическому состоянию организма, то есть человек плохо себя чувствует. В душном помещении это может быть легкое недомогание возникнуть у человека, учащается сердцебиение, учащается дыхание. В душном помещении может возникнуть головная боль, тошнота. Тошнота сначала – это может быть просто тошнота, но при усугублении всяких факторов может возникнуть и рвота. В принципе, человек сначала реагирует на какое-то негативное воздействие, то есть он приспосабливается. Сначала возникает сильное потоотделение, затем возникает уже, потоотделение заканчивается. И на ощупь, когда вы можете посмотреть на такого человека, у него кожа будет сухая и горячая. Общая температура тела повышается до 39-40 градусов. То есть нужно непосредственно, если вы видите такого человека, нужно оказать ему первую помощь. Чем раньше вы окажете эту помощь, тем лучше будет прогноз. Потому что эти состояния, что тепловое, что солнечный удар, они могут закончиться не очень хорошо для данного пациента, для данного человека, если не оказать вовремя ему помощь. То есть… А какой должна быть первая помощь? Вот что можно сделать? Первая помощь. Во-первых, я еще хотела сказать, что у нас сейчас пропаганда здорового образа жизни. Правильно? Многие занимаются физкультурой и спортом. Вот эти занятия должны быть в летний период времени обязательно в хорошо проветриваемом помещении, желательно с кондиционером, то есть чтобы была комфортная зона для проведения данных процедур, так скажем. Если это вдруг занятие спортом или физкультурой проходит в душном помещении, и у человека возникают все симптомы, которые я обговорила, то нужно непосредственно данного человека обязательно вывезти или на улицу, или в другое помещение, где более низкая температура, которая проветриваемая, где, может быть, есть кондиционер, расстегнуть ворот рубашки. Если есть ремень, обязательно ослабить этот ремень. Побрызгать холодной водой. Дать попить, но не холодную воду, а лучше воду комнатной температуры маленькими глотками. Затем, если есть у вас нашатырный спирт, очень хорошо нашатырный спирт. Желательно человека положить, то есть в горизонтальное положение. Если нет такой возможности, то придать максимально, ну, как бы, саниженное положение, поднять ножки. Затем, нужно, если у вас есть возможность, обтереть какой-то материи мокрой, намоченной водой, то есть тело, верхнюю часть. Если есть возможность, лед, лед вы берете, ну, где-то, где есть возможность, конечно, берете лед, обматываете его какой-то материей, желательно, это, конечно, полотенце, и кладете в места, где проходят крупные сосуды. Это, как правило, шея с двух сторон, подмышечные впадины и пах. То есть вот такая первая помощь. Если это не помогает, если у человека усиливаются все симптомы, то необходимо срочно вызвать скорую помощь или врача, ну, обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Первая помощь и в случае теплового удара, и в случае солнечного, она примерно одинаковая? Примерно одинаковая, то есть тепловой удар, как я уже сказала, он может быть и в душном помещении, то есть в помещении, и на улице, где это случится. А солнечный удар – это, как правило, прямое воздействие солнечных лучей, то есть это на солнце. Обязательно человека перенести в прохладное место и, в общем-то, сделать все манипуляции, которые я вот озвучила. Может быть, можно вот в такое жаркое время каким-то образом себя обезопасить? Ну, конечно. Вообще жаркое время, эта жара, она может принести вред не только здоровым людям, а людям, которые с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилым людям, детям, особенно грудным детям, вот, людям с какой-то другой серьезной патологией. Желательно себя, ну, беречь в это данное время вообще, ну, в данное время. То есть можно обезопасить себя, это элементарные вещи. Во-первых, как в жарких странах, мы знаем, что в определенное время суток жители стараются вообще не выходить на улицу. То есть это желательно с 11 до 16 дня. Если высокая температура окружающей среды, если солнечная погода, то желательно не выходить вообще, особенно данному контингенту, который я уже указала. Затем, если вам все-таки пришлось выйти на улицу, вы должны одеть головной убор. Одежда должна быть у вас просторной, желательно из натуральных тканей. То есть это хлопок, лен, никакой синтетики. Женщинам и девочкам желательно в это время года не пользоваться жирными кремами, сильно увлекаться косметикой, твердыми дезодорантами, потому что все это приводит к закупорке пор, соответственно, теплоотдача уменьшается, что повышает риск теплового и солнечного удара. Затем в данный период времени вы должны, ну, не вы, а все мы должны употреблять повышенное количество жидкости. Желательно всегда с собой носить бутылочку воды. Мало ли какая ситуация. Затем принимать душ и утром, и вечером. Если вы находитесь в доме или на работе, желательно, чтобы это было проветриваемое помещение. Если есть возможность, пользоваться кондиционерами, вентиляторами. Ну и пища, опять же, пища должна быть легко усвояемой. Обилие должно быть в рационе овощей и фруктов. И категорически рекомендуется исключить все-таки из своего рациона на данный период спиртных напитков и пива, которые усугубляют, как мы знаем, алкоголь задерживает жидкость в организме, что, в общем-то, влияет негативно на наш организм. Ну и что еще можно сказать? В принципе, если вы будете соблюдать все данные рекомендации, я думаю, что у вас уменьшится риск возникновения ситуации негативной для вашего здоровья. Спасибо большое, Ольга Владимировна, что вы сегодня к нам пришли. Я надеюсь, что благодаря вашим советам, лето, пусть даже и жаркое, для всех пройдет благополучно. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова